Шестое. Продолжаем тему Крыма. Итальянский художник Карло Бассоли объехал весь полуостров в 1840-42 годах. Результатом его трудов стало издание в 1856 году альбома литографий. Литографии Бассоли отображают многие памятники Крыма, не дошедшие до наших дней. Картину называют Могила Митридата. Очень похоже на то, что называют курганами. К примеру, Царский или Мелекчесменский. Посмотрите, какие массивные блоки. Если это здание, обозванное курганом и склепом, такое красивое внутри, значит таким же должно быть и снаружи. Но на крымских зданиях такого типа почему-то так называемый культурный слой, который почему-то геологи, историки, археологи считают природным. Раз не раскапывают, значит здания под землю нет. Что еще на картине видно? Это демонтаж пола. Как видите, проход под землю. На склонах горы видим ветхие сооружения, уже разрушены. Также фрагменты строений можем заметить выглядывающих из земли. Следующая картина. Справа видим никому не нужное разрушенное здание с кирпичиками немалых размеров. Слева обратите внимание, какие мельницы. Прям на радары похожи. Четыре штуки только в кадр картины попали. Вот скажите мне, если бы это якобы только чтоб зерно молоть, зачем такая кучность их нужна? И здесь развалины. Кроме одного молодого дерева не вижу больше ни одного. А ведь по идее в те времена должны были расти деревья и по пять веков и по десять. Как там обычный вопрос появляется, когда вешаешь здание, где могли жить великаны? Почему лестница стандартных размеров? Вот вам, пожалуйста. И здание большое, и лестницу отреставрировать не успели. Ужасающие руины по периметру. По заросшим зданиям видно, что заброшены давно. Вообще на большинстве картин заметны солидные блоки, отчего непонятно, что именно их повредило. Также непонятно, почему заброшены, ведь здания-то вечные, отреставрируя и еще веков пятьдесят можно в них жить. Ну и вопрос разумный, куда они исчезли? Почему до наших дней дожили лишь те здания, которые оказались под грунтом и называются курганами? Если предположить, что территория была очень сильно затоплена, то становится понятным, почему деревьев на здании куда больше, чем по остальной округе. А данную территорию можно сравнивать с китайскими пирамидами. Одно здание на переднем плане, на заднем плане, так называемые курганы. А эта картина отлично подошла бы Жене из канала «Разгадки истории». Нам растолковали историки, которым верить это себя не уважать, что это якобы пушки. Вы видите лафеты или за счет чего мы можем считать эти приспособления стреляющими с этого побережья по кораблям?